в этом валерия я вам уже говорила должна была быть люся со своей бандой но для люси вольер большой а для этой копышни самый раз резвый возраст но шкодя вообще канаты тоже пригодились наконец-то вы успокоились привыкли к тому что я здесь да и можно поговорить на самом деле нет еще не привыкли ложись ложись ау да на самом деле друзья сегодня я сюда пришла чтобы поговорить о вы знаете каких событиях беда в новокаховском зоопарке беда с животными частными вы видите эти ужасающие кадры огромная беда с людьми но в силу того что мне вчера написали под видео которое я выпустила что вот мы думали что люди которые значит любят животных что они значит добрее а вы ничего не сказали о людях я сказала о людях но в силу того что у нас youtube каналы посвященные животным люди безусловно это такая беда я не я не могу вообще ни с чем сравнить наводнение и пожар невозможно и война само собой невозможно ни с чем сравнить но люди хотя бы что-то могут для себя сделать животные не могут особенно животные зоопарковские да которые стоят в вольерах или в клетках или домашние питомцы вот которые если они на привязи и не смогут не убежать ничего сегодня целый день звонит у олега алексеевича телефон а вот и все телеканалы все значит блогеры просят дать интервью сказать и как это было как ездили почему ездили вот как спасали всех ли спасли и конечно у всех на слуху это именно новых каховский зоопарк многие не понимают друзья просто каховка новая каховка очень схожие названия да эти два года находятся рядом вот но мы были в каховке каховка это более 100 и город вот ему если не ошибается память где-то лет двести точно вот а новая каховка была построена как раз таки возле этой гэс каховской да то есть когда организовалась вот эти вот дамбы сделали да тогда же и был вокруг нужно было людям жить которые обслуживают ну как-то обычно бывает возле большого предприятия строятся дома и потихоньку потихоньку это превращается в небольшой городок вот таким небольшим городком и является новая каховка по моему в пятьдесят третьем году он организовался да вот стал строиться потихонечку развивался пошли какие-то там еще предприятия и почему в чем еще так большая разница каховка старая каховка она находится та откуда мы так спасали животных что такое она находится выше чем каховская гэс и поэтому там сейчас нет воды а новая каховка она ниже и именно поэтому пострадала больше всего она ближе всего именно поэтому пострадала больше всего когда мы были в каховке и тоже на берегу вывозили животных из уголка вот такого пионерского уголка да там было немного животных вот мы вывезли всех люди принесли даже из домов там какие-то черепашки то есть это нет некрупные животные до козочки тоже спрашивают как коза которая была беременная все дела все хорошо вот ну козы по моему это были самые крупные животные вот внутри такое на сушке 2 по моему там было нужно посмотреть то есть все такое некрупное с чем обращались дети обезьянок нам не обезьянку не отдали вот какие-то хомячки какие-то черепашки в общем такая вот маленькие животные люди забрали по домам и потом когда мы приехали когда нам позвонили попросили о помощи мы приехали и нам их отдали на временное содержание и каховские и херсонские животные отданы на временное содержание остальные значит животные которых мы забирали это государственное предприятие поэтому временное хранение остальных которых мы забирали отдавали директора зоопарков на совсем потому что это как бы ну лишние животные вот тяжело содержать в тех условиях а вот и поэтому но мы ждали мы знали об этом зоопарке новой каховки насколько я помню это частный зоопарк по моему он я могу ошибаться друзья но по моему я не ошибаюсь это частный зоопарк там женщина руководит он принадлежал женщине вот она скорее всего знал опять не берусь утверждать вот но с вероятностью 90 процентов знала потому что мы сразу выкладывали эти видео и все равно директора даже маленьких этих всяких зооуголков все но не созваниваются и говорят она не захотела оставаться может быть с этими животными не знаю поэтому мы никого из новой каховки к сожалению вывести не смогли насколько я знаю опять таки я думаю что где-то в интернете я посмотрю и найду безусловно должны быть видео из зоопарка новой каховки что там не было крупных животных опять-таки козочки павлины и всякие удочки водоплавающие то есть ну вот такие то особо каких-то крестнокнижных животных там по моему не было может кто-то знает нас смотрят отовсюду да и херсонии у нас нас смотрят и и в каховки новой каховки друзья напишите пожалуйста в комментариях кто был в этом зоопарке я там не была вот напишите какие животные там были а я конечно приду сегодня с работы и безусловно посмотрю поищу эти видео а вот мы долго ждали мы надеялись что с нами свяжутся потому что когда мы были в каховки потому что ну мы уже там да мы там еще забрали рядом вы знаете крокодила люди отдали вот и мы думали что все-таки заберем и тех животных потому что олег алексеевич понимал что есть большая доля вероятности когда идут такие действия что какой-то снаряд попадет в эти дамбы и польется вода и будет беда также как это случилось с херсонским зоопарком на острове я сейчас специально по выставляла на своем канале видео друзья чтобы вы видели как было до вот кого мы оттуда вывозили вы помните сколько прилетела нам со стороны хейтеров за то что мы вывезли херсон это был первый первая была наша поездка окружает это была первая наша поездка вот и поэтому я уже рассказывала когда буквально по моему на второй день утром проснулись и пошел весь этот хейт покрали енота полная как я могу сказать хрень а вот полилась и стали угрожать олегу алексеевичу верните енота значит очень многие бы под таким натиском возможно издались но послушайте интервью там то что говорит олег алексеевич он понимал на 100 процентов всю опасность нахождение там животных посреди реки маленький остров видно там прям специально захожу на мостик и показываю что это не на какой-то горе да то есть если пойдет война волна 8 10 метров то ничего не останется к сожалению на этом острове и острова самого вот так и получилось и поэтому чтобы не говорили чтобы там не писали как бы там не требовали до верни енота там пока у генуста енота вот сейчас эти еноты которых олег алексеевич всегда говорит что как только администрация вояда скажет что их нужно вернуть я верну с большим удовольствием а вот мало того уже знаете что эти еноты родили и не только еноты там и козочки родили то есть называется из приплода мы без приплода у нас своих животных более чем достаточно вот в волье строить все новые и новые это нужны территории а вот и 5 на содержание по этим всем нормам вы видите какой огромный вольер да на каждого львенка 100 метров видите какой огромный вольер у этих двух львят вот поэтому все нужно делать вовремя вы спрашиваете какие животные остались вот на этом острове там нам не отдали собак вот ну возможно их отпустили ли забрали домой потом не знаю и козочек там было много козочек башка много-много ни одного не отдали ни одну вот и птицы птицы павлину возможно как-то птицы и спаслись мы тогда тоже не сильно за птиц переживали прошивая птицы это птицы они умеют летать они умеют плавать и даже если как бы они могут залететь на дерево и так переждать эту беду это не ослик не лама и не еноты которые что такое которым никак бы не помогли тем более все животные там тоже были закрыты и волки в херсоне имеют на уставе и волк и волчицы до разговорчивый и еноты все были закрыты в больерах и если бы беда пришла вода пришла ночью естественно никто бы их не выпустил и все бы они утонули такая ситуация на данный момент поэтому конечно это все очень тяжело но еще находясь вы знаете друзья что олег алексеевич три месяца находился в сизо из-за дела гнединых да и из-за этого нашего борисенко яшлавского судьи и все время пока он был в сизо он говорил о опасности для этих зоопарков и как только он вышел я не помню через сколько мы в первую поездка через неделю через две не помню точно когда мы поехали но фактически сразу вместо того чтобы как-то полежать отдохнуть да все-таки три месяца в таких местах закончился суд олег алексеевич сразу поехал и сказал что я бы уехал раньше и вот сейчас когда мы разговариваем об этой ситуации он говорит что возможно возможно ну там видите не от него в новой каховки зависело но тем не менее возможно он успел бы поехать и допустим с обычной каховки забрать а потом может быть директор новокаховского зоопарка посмотрела бы и тоже бы отдала этих животных понятно что во временное содержание вот но и львы у ног моих сели но случилось как случилось и это очень-очень жалко потому что еще я скажу животные не могут сами себе помочь если они в вольерах и чуть-чуть предвидеть до чуть-чуть просчитывать так алло